Здравствуйте, это программа «Поговорим». Меня зовут Лустина Бабаян и мы находимся в гостях у иерея Александра Смирнова. С христианской точки зрения смысл жизни заключается для человека в его спасении. То есть физической смертью жизнь человеческая не заканчивается в этом мире, она продолжается. И выходит, что смерть для человека – это есть некий момент встречи с Богом. Поэтому, как бы ни было и может быть не страшно звучало для многих, все-таки наша с вами жизнь земная есть подготовка к встрече с Богом. То есть не к смерти, а к встрече с Богом. То есть цель жизни человеческой – это спасение и наследование Царствия Божия, то есть рая уже в ином мире, да, после встречи с Ним. Нет греха, ошибки, которые бы Господь не простил человеку, все прощает. Но если человек в этом, конечно, искренне раскаивается. Поэтому вся грех прощен был человеку, если человек в этом раскаивается. Вот поэтому человек, если в чем-то не раскаивается и упорно следует этой ошибке, то есть уже, ну, вследствие своей гордыни, какой-либо иной страсти и поврежденности, то этот грех нераскаянный, ну и, соответственно, он проститься человеку не может. Вообще война сама по себе – это неправильно, потому что это проявление насилия, грубости, жестокости, высшей ее можно в апогее такой вот мощи, да, то есть вплоть до убийства, причем до убийства, уничтожения целых, может быть, народов, государств по признакам разным. Но в данном случае по признаку религиозному, как вы спросили, да, это неверно. Ну, как само насилие. Но, к сожалению, человечество за всю свою историю, если мы с вами знаем, и вы знаете тоже, это сплошные войны, это сплошные переделы, выяснения какие-то, гордость человеческая, злобовые явления, кровопролитие, море крови, убийство, насилие, жестокость – мы это видим. Как к этому относится христианство? Христианство относится, как сказано в Писании, вот можно пример такое привести, когда хотели схватить Христа, и Петр хотел извлечь меч, да, Христос сказал, кто возьмет меч, тот и от него погибнет. То есть в данном случае мы не можем, это было бы неправильно, греховно, первое – проявлять какое-то насилие, злобу, агрессию, то есть совершать убийство. Но в нашей церкви считается, что защита своего Отечества – это святой долг. То есть мы можем противостоять злобе, силе и применять при этом какую-то силу, оружие в данном случае, да, чтобы защитить свои семьи, свой народ, свое Отечество от врага, от злобы. За явные поступки, скажем, жизнь, которая претит заповедям Божьим, ну и которые просто ненравственные какие-то такие вещи, разные такие степени отлучения церкви, к примеру, от таинства, вот, или такой институт раньше был в церкви, в древнехристианской, как институт оглашенных, то есть люди, которые вообще даже не допускались на богослужение. То есть для нас это как бы сейчас слово такое чуждое, а оглашенные – это люди, которые некрещенные, к примеру, да, которые по каким-либо причинам вот в том числе были, даже не допускались на богослужение и стояли вне храма, да, на паперти, и просили, чтобы за них люди, которые молятся, то есть молились за их, за прощение их грехов. Измена – это предательство. Измена – это, причем предательство с той или иной стороны, ясно, что она, предательство, обман, она как бы одинаковая и для мужчины, и для женщины. Наверное, тут по гендерному признаку, как сейчас принято говорить, отличия нет. Изначально, видите, как Господь создал все-таки человека, то есть создал мужчину, Адама, а после создал уже Еву. Поэтому тут уже в этом принципе закладывается, ну, такой элемент, ну, скажем, подчиненности, что ли. Да, и сказано в Писании также, что да убоится мужа своего, то есть будет испытывать к нему какое-то, ну, влечение, силу, будет испытывать за ним, в том числе, какую-то защиту за его силой, за его мощью, за его умом, интеллектом. Поэтому, конечно, здесь, наверное, к нам о равноправии сложно говорить. То есть христианство, это не религия даже, я бы сказал, это образ жизни, это образ поведения человека, образ мысли. И в данном случае христианство говорит выше нам, выше. Не о каком соподчинении там, либо доказывать кому-то, кто прав, кто виноват, кто там круче, да, еще не в этом смысле. Оно говорит о другом, что да убоится жена мужа своего, а муж возлюбит жену свою, как Христос возлюбил церковь. То есть в данном случае что? Жена убоится мужа не в плане физической силы, либо что она пострадает как-то от мужа, а убоится потерять его расположение. То есть как это? Как Христос возлюбил церковь? Христос отдал за нее жизнь, то есть пошел до нее до последней капли крови и пострадал на кресте. И жена, видя, что муж готов пойти пострадать за нее, за детей, за семью, до последней капли крови, отдавая свою жизнь, конечно, трепещет перед ним и боится потерять его расположение. Вот в этом есть любовь, в этом есть такой трепет и боязнь пред мужем. А муж, видя ее крутость, любовь и смирение перед ним, он служит ей. И вот этот союз со-служения, союз такой со-подчинения и есть любовь. Поэтому о каком здесь можно говорить о подчинении, когда мы сами хотим служить этому человеку? Поэтому вопрос равноправия. Мне кажется, там, где есть любовь, этот вопрос даже не поднимается. Кто прав, кто виноват, либо кто первый, либо кто второй. Оно как-то решается все самим собой. Преимущество для человека в плане жизни, технологичности процесса его жизни, усовершенствовать комфорта, это очень удобно сейчас, очень удобно для человека. И, конечно, упрощает многие его процессы, алгоритмы жизни. Ну, взять ту же стирку, что было год назад, взять те же процессы готовки к кухне, быт. Тут много вопросов, все же сейчас усовершенствовано и технологично. То в этом ничего плохого нет, на самом деле, это хорошо. Плохо в том, что вот эта технологичность, она человека заставляет настолько, может быть, в комфорте в этом погрязнуть, что человек забывает о Боге. То есть его человеческое мнение, самолюбие, оно настолько в этом погружается, что нужно человеку какие-то особые ситуации, конфликты, да, какие-то, может быть, споры, прения, скорби, болезни, чтобы человек обратился от всего этого и подумал о Боге. Вот, то есть, ну, можно честно же сказать, что в храм приходит более 95%, пусть там 90%, не буду точно говорить эту цифру, если в жизни что-то случается. К сожалению, это так. А так просто поблагодарить, вот прийти, порадоваться, ну, мало кто приходит, к сожалению, это так. Ну, вот причина, комфорт в данном случае. Вы понимаете, что смерть всех ждет, да? Как бы человек не хотел от нее оградиться, смерть ждет всех. А вот то, что ждет человека после смерти, его душу, наверное, то, что он заслужил в этой жизни, как он жил, то он и получит после. Если это ад, то это будет ад, если это рай, то это будет рай. Но опять-таки, Господь, нужно помнить, не ищет, за что наказать человека. Он вообще наказывать не может Бог. Он все благ, его свойства такое, он все прост, он все милостив, он все прощает. Он ищет, за что человека помиловать, то есть будет искать, наоборот, оправдать нас, оправдать после смерти. А получается так, что некоторые ведут себя так, что даже и оправдать-то их не за что. И будучи упираться и делать совсем наоборот, вот, к сожалению, так. Знаете, есть такая вот традиция, либо поговорка, либо мнение, что без Бога не до порога. Вот человек думает порой, что все в его воле, и жизнь, и сила, и здоровье, но это не так. Поэтому если по-христиански жить, то, слава Богу, ты утром проснулся, слава Богу, да, слава тебе, Господи, что солнышко, что я вижу, что жив, проснулся. Благословий день мой, перекрестился, пошел, занялся делами какие-то, молитву прочитал. То есть Господь тебя ведет, ты под его покровом. Вот, поэтому, конечно, было бы здорово, даже и верно, если бы человек современный обращался, пусть даже мысленно, к Богу. Это было бы правильно. Христианин – это не просто верующий человек. Это человек, который находится в благодатном и энергетическом единении с Богом. А с вами была программа «Поговорим» с Ереем Александром Смирновым. До встречи!